Приветствую вас, уважаемые любители высокоточной стрельбы! Сегодня мы опять поговорим про оптику и на обзоре у нас новинка от фирмы Vortex это Vortex Venom 525 на 56 Это FFP прицел на 34 трубе тактический, с боковой отстройкой от параллакса с большим запасом поправок к сожалению, в России он официально пока еще не представлен и попадают они к нам различными путями В конце этого видео я озвучу его стоимость и данный экземпляр будет в продаже Но прежде чем мы поговорим про технические характеристики и моменты этого прицела я бы хотел вам вкратце рассказать в принципе, зачем нужен этот прицел и почему у меня на столе, кроме него, вы видите еще два прицела Один из них это флагманский Vortex Razor и второй прицел, который я сейчас использую на малокалиберной винтовке это Continental 4x24 кстати, спрашивали, какой из Continental я оставил и я все-таки сделал выбор в пользу 4x24, отказавшись от 5x30 по ряду причин, но я об этом вам скажу в течение этого обзора я не буду углубляться в технические характеристики данного прицела меня интересует здесь всего лишь два параметра это качество оптики для этого я даже сделаю сумеречный тест чего ранее не делал но так как я уже стрелял в сумерках из Continental я примерно представляю, что должно быть у прицелов данного типа то есть это будет скорее информация для тех, кто выбирает прицел себе для тех же задач, для которых выбирал его я и я надеюсь, это видео будет вам полезным потому что тот же Руслан Мусин просил меня сравнить Веном с Continental я не буду делать прям подробнейших сравнений но основные моменты я вам, конечно же, обозначу поэтому не переключайтесь, будет интересно Данный прицел из семейства, наверное, бюджетной все-таки линейки потому что тут, смотря с какой стороны посмотреть но если сравнивать стоимость Razor со стоимостью Diamondback то это где-то ближе нижней середины, получается так Vortex добавили третий прицел в линейку бюджетных тактических прицелов он начинается с Vortex Diamondback потом был прицел Vortex Strike Eagle который я очень хотел себе поставить именно на малокалиберную винтовку и альтернативу, которому я искал, собственно и вот совсем недавно, к моему, и не только моему удивлению Vortex представили вот этот прицел это Vortex Venom то есть он по позиционированию и по цене как раз находится между Diamondback и Strike Eagle для чего же выбирают такие прицелы и почему мне вот эта линейка тактических прицелов очень близка и я достаточно скрупулезно подошел к проблеме выбора прицела для себя если сейчас во главу угла поставить ценовую политику то, наверное, она на сегодня является решающей потому что цены на прицелы взлетели в космос не только у меня, но у большинства стрелков есть еще винтовка для тренировок в частности мне нужен был тактический прицел для тренировок большого снайпинга потому что у меня есть винтовка для снайпинга на которой стоит Vortex Razor это мой основной прицел и в силу стоимости боеприпаса доступности больших стрельбищ нам приходится, и мне в частности, приходится тренироваться большую часть времени либо с пневматикой, либо с малокалиберной винтовкой и для того, чтобы нарабатывать кинематику работы чтобы работать по баллистике потому что можно спокойно экстраполировать данные с большого снайпинга на баллистику малокалиберного боеприпаса ну, в частности, у меня 308 калибр я его спокойно перенес на 22 Long Rifle и у меня до 350 метров в принципе, баллистическая траектория похожа на баллистику 308 калибра до километра конечно же, более логично переставить данный прицел на малокалиберную винтовку и тренироваться с ней а потом, когда нужно, переставлять на большую винтовку ну, здесь есть ряд моментов первый момент ставить на винтовку стоимостью 55 тысяч оптический комплекс стоимостью в 4 раза превышающий ее по цене ну, мне так кажется на данный момент у меня нет возможности купить еще один Razor чтобы поставить его на мелкашку ну, хотя я вижу, что некоторые стрелки поступают именно так то есть, у них два одинаковых прицела они используют один на малокалиберной винтовке другой на большой либо переставляют я переставлять не хочу почему? потому что вот этот вот комплекс который у меня сейчас здесь представлен то есть, вортекс Razor на моноблоке ЦНС без каких-либо проблем спокойно снимается и ставится хоть это и не быстросъемный кронштейн но работая в таких условиях полугода при снятии установки у меня никуда не смещается пристрелка это первый момент меня это устраивает и второй момент это то, что здесь система Zero Stop не позволяет быстро перепристреливаться то есть, нужно прям конкретно менять пристрелку естественно, этот вариант меня не устроил я начал искать альтернативу Razor но из более бюджетного сегмента конечно же, в первую очередь я смотрел в сторону вортекс strike eagle как только он появился на горизонте это была такая бюджетная версия Razor у Razor там все очень похоже там даже запас поправок больше, чем у Razor у Razor 28,5 млрд у strike eagle 31 млрд у него похожие барабаны с фиксацией у него есть подсветка и у него та же сетка EBR 7C которая есть и у Razor с чем я столкнулся, когда начал искать strike eagle да с тем, что их нету в наличии вортекс россия вообще непонятно как работает был канал доставки из Европы вортексов я успешно пользовался им для своих клиентов но вот когда настала череда самому воспользоваться этим каналом то как раз у нас были ковидные ограничения плюс санкции закрытые границы и соответственно прицел завис он был уже оплачен то есть я заплатил полную стоимость включая доставку и стал ждать ну ждали вот удобного момента когда его можно было выдернуть но к сожалению мне в итоге через 11 месяцев вернули деньги к тому моменту я уже собрался покупать вортекс вайпер но меня останавливало от покупки вайпера два момента всем хорош прицел прекрасный прицел не только начального уровня но и в принципе можно с ним уже начинать стрелять снайпинг достаточно серьезно меня остановило количество поправок которых мне не хватало то есть пришлось бы колхозить какие-то наклонные планки моноблоки все это сочетать загонять прицел в край поправок и все равно у него запас всего лишь 20 миллирадиан этого очень мало для моих задач нужно минимум 23 а лучше 25 или больше вортекс со своим страйк иглом конечно же попали в точку и другие фирмы производители начали делать альтернативу этому прицелу то есть прямые конкуренты ну вот и континентали они тоже это прямые конкуренты страйк игла единственное что смущало стрелков это все таки цена прицела потому что они ценовую планку подняли напрямую уже к вайперу и здесь трудно видимо стало разделять их по сегментам и у людей которые выбирали себе оптику возникла дилемма что же брать то есть даже в рамках линейки одной фирмы возникла конкуренция поэтому был придуман вортекс веном для того чтобы дать примерно то же самое что дает страйк игл только за цену дешевле ну естественно путем упрощения конструкции мы об этом поговорим тоже чуть попозже так как я упустил страйк игл то естественно святое место пусто не бывает мне попались вот эти континентали вы обзор на них видели это был не рекламный обзор обзор был по моей инициативе благо у меня есть такая возможность я договорился с поставщиком мне дали весь модельный ряд и я для себя выбрал прицел 5-30 о чем вам и сказал но даже в том обзоре я уже вам говорил что прицел 4 на 24 мне понравился именно по оптике больше у меня был еще один экземпляр 5-30 я тоже его проверил с ним поработал сравнил его опять 4-24 взвесив все за и против я все таки решил поступиться кратностью прицела и для себя основным прицелом на малокалиберную винтовку сейчас я выбрал вектор оптикс континенталь 4-24 меня этот прицел устраивает всем кроме одного момента это центральная точка она достаточно крупная по сравнению сеткой EBR7C которая для меня на данный момент считается и является идеальной которая находится в рейзере она меня очень устраивает там точка тоньше и с ней работать лучше поэтому континенталь я использую в основном на кратности 20 тем самым ну может быть в угловых размерах то ничего не меняется но стрелять становится чуть комфортнее в остальном этот прицел меня устраивает полностью и когда появилась возможность сравнить его с вортексом веномом конечно же я решил почему бы и нет почему я не взял вайпер я уже в принципе сказал в первую очередь мне не хватало поправок 5-30 запас 28 миллиардян мне устраивало в принципе все это дело с головой но 4-24 кроме картинки еще и обладал запасом поправок в 36 миллиардян то есть это вообще за глаза и мне хватает теперь этих поправок для стрельбы до 400 415 метров то есть буду я стрелять так или не буду это уже другой разговор но возможность такая сейчас есть теперь давайте посмотрим непосредственно на этот прицел и определим какие отличия у него от страйк игла так как это очень похожий прицел и многие будут выбирать между ними и континенталями то есть это вот как раз один ценовой сегмент здесь будет бороться в основном доверие к бренду любовь к бренду со своими внутренними убеждениями а убеждения такие что китайцы не могут делать хороших прицелов но вот я переступил через этот момент и в принципе не жалею но теперь давайте я помогу сделать вам выбор дать вам информацию потому что в русскоязычном ютубе пока обзоров венома вы не найдете давайте мы поговорим в чем же отличие от того же страйк игла и от континенталя понятно что с рейзером его сравнивать глупо потому что здесь HD оптика здесь низкодисперсное стекло это оптика более светлая она имеет меньше хроматических аберраций но это не HD качество то есть сравнивать их тоже между собой глупо это разного уровня прицелы здесь обычное стекло я даже склонен считать что здесь такие же линзы стоят как и в Diamondback и Strike Eagle ну потому что это один сегмент они только своими фишечками и возможностями отличаются по сути это одна и та же линейка давайте поговорим про отличия Venom от Strike Eagle а их кстати здесь достаточно много итак первое отличие меньший запас поправок здесь 25 миллирадиан в частности у данного экземпляра 25,4 миллирадиана все клики рабочие никаких холостых кликов нет механика работает здесь безупречно то есть никаких вопросов не возникает второй главный момент для кого-то это может быть принципиальным это отсутствие подсветки третий момент это барабаны без фиксации так же как на Diamondback это его отбрасывает в сторону младшей модели то есть теоретически в чехле они могут сдвинуться та же самая проблема как и у вайпера и один и второй барабан четвертый момент это меньшее поле зрения чем у Strike Eagle что здесь похоже это сетка EBR7C собственно ради которой вы наверное будете покупать этот прицел есть система Zero Stop но она здесь примитивная или Rave Stop Rave Rave Stop Rave Stop она называется суть ее в том что вы снимаете барабан ставите специальное кольцо оно должно быть в комплекте анбоксинг посмотрим если оно там есть я вам покажу ставится это кольцо оно механически ограничивает ход барабанов вниз все достаточно примитивно но не настолько примитивно как у тех же атлонов где там просто набор прокладок из пластика используется нарезанных нарубленных пыжики какие то здесь все таки шайба более красивая и Strike Eagle такая же система Zero Stop то есть вы приводите вашу систему к нормальному бою снимаете барабан ставите кольцо ограничитель вы выводите его на нулевую отметку ставите сверху и все вниз он у вас не двигается а вверх у вас весь необходимый диапазон поправок начинает работать но вполне можно работать и без этого кольца как в данном случае ничем себя не ограничивая не думаю что это какая то такая фича необходимая но она и есть а мне стоит сказать это 34 труба и там и там это дает нам вот этот вот запас поправок ну и похожее качество картинки к сожалению я не могу сказать ничего про Strike Eagle я просто в него не смотрел но мне кажется по оптике они будут плюс-минус одинаковые но я показывал данный прицел владельцу Viper и он сказал что качество оптики здесь очень похоже то есть в целом мы получаем облегченную версию прицела Strike Eagle теперь сравниваем его с Continental 4х24 так как это прямой конкурент меньший запас поправок здесь 36 миллирадиан здесь 25 подсветка здесь она есть здесь ее нет но подсветка у Continental достаточно специфическая я на обзоре этого не говорил но попользовавшись этим прицелом длительное время и получив обратную связь от клиентов я выяснил что подсветка работает достаточно странным образом если к центральной точке никаких претензий нет то сама сетка подсвечивается неравномерно на некоторых экземплярах это менее выражено на некоторых более выражено то есть сама реализация этой подсветки вызывает вопросы я стрелял в сумерках с этого прицела используя подсветку и да могу сказать что в основное внимание я обращал на центральную точку которая подсвечивается очень хорошо и в принципе мне этого было достаточно но конкретно на этом экземпляре сетка никаких проблем не имеют но вот на одном из экземпляров 5.30 были какие-то провалы то есть на какой-то на какой-то на каком-то уровне подсветки она просто как бы не реагировала то есть есть яркая когда светится вся сетка но если вы хотите плавно ее уменьшить то почему-то это как-то работает рывками не ступенчатое идет это дело но по сравнению с марчем или с CS где реостатная подсветка конечно не сравнить но тем не менее на том же рейзеры таких проблем я не замечал об этом стоит сказать когда вы будете выбирать если для вас важно хорошая подсветка вы часто ей пользуетесь работаете в сумерках то нужно обратить внимание когда вы будете выбирать прицелы система зеро-стоп здесь примитивная реализация зеро-стоп у континенталей прекрасно реализовано есть индикатор вращения барабанов то есть на каждый оборот вы видите так же как у Турейзера ну то есть фишки такие здесь у него есть глобальные оптика здесь надо сказать что у континенталя это ED низкодисперсные стекла с минимальным количеством хроматических аберраций хроматические аберрации по краям это синева такая вокруг контуров даже субъективно картинка у них отличается конечно же я как кулик который хвалит свое болото скажу что у континенталя оптика мне лично нравится гораздо больше здесь совершенно другое просветление оно отличается и от рейзера и от венома и от вайпера оно свое собственное более теплое и мне нравится оно гораздо больше понятно что до рейзера здесь далеко но тем не менее именно качество картинки мне нравится у континенталь по отстройке от параллакса континенталь отстраивается от 10 метров здесь у нас 15 ярдов по механике и по сетке я это все вам сейчас в дальнейшем покажу запас поправок как я сказал конкретно этого экземпляра 25,4 мили радиана теперь давайте немножко постреляем с данного прицела на 50 и 100 метров я вставлю там картинки с континенталя в тех же условиях чтобы вы могли сравнить это специально для тех кто выбирает между этими двумя прицелами и в конце я хочу провести сумеречный тест я выехал на закате и поснимал через насадку для того чтобы посмотреть как работает данный прицел в достаточно ну уже плохих условиях и могу сказать что в принципе он работает даже несмотря на отсутствие подсветки его можно спокойно использовать для стрельбы в сумерках пять штук стрельнем пять штук стрельнем так это кратность 20 вот это кратность 25 давайте сетку посмотрим попробую чуть поконтрастнее сделать так вот мел между первым и вторым вот четко помещается ну и здесь тоже дистанция 50 метров то есть сетка у нас актуальная и все здесь без проблем так давайте чуть скорректируемся ну еще группу давайте соберем рядышком и да и ну и и и и и уменьшим кратность наш флажок кратность 5 так прицел 4 на 24 кратность 24 вот смотрите . навожу на мишень четко накрывает и в и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Кратность 25, давайте сюда выстрелим Точка, ну такая же как на Razor, класс Пробой на выше пошел, пусть будет Поправку так приблизительную поставил Ага, 4 выстрела сделаем Давайте сравним картинку с Vector Optics Continental 24 кратности Решил провести сумеречный тест прицела У нас закат, но автоэкспозиция, конечно же, вытягивает Но, как показывает практика Если в оптику ничего не видно, то никакая автоэкспозиция ничего не вытянет Давайте попробуем сделать сумеречный тест Все-таки объектив у него достаточно большой Цветосила должна быть хорошая Так, кратность 15 Дистанция где-то 30 метров Кратность 20 Кратность 25 максимальная Так, параллакс Ну вот, отлично все видно Дистанция 50 метров Как видны пробоины от 308 калибра Точка, как мы видим, ничего не перекрывает Кратность максимальная Так, дистанция 100 метров Но не видно пробоины затравки А я так удачно здесь стою Сейчас попробую что-то сдвинуться Но уже смеркается Но видно все прекрасно Подсветки, напоминаю, у этого прицела нет Так, вот дистанция 102 метра Видно все прекрасно Видим мишень, видим пробоины Но не на полигоне Я этот тест делаю Очень удобно даже Так, вот Нормальная кратность единицы Вот, дистанция 100 метров у нас И в конце давайте посмотрим комплектацию Она достаточно скромная Флипапы, коробочка, бленда Комплектация прицела Коробочка Буклетик Инструкция по сетке Бленда Кольцо трансфокатора Пластиковый ключик И вот это вот Zero Stop Все здесь лежит Это все, что я вам хотел сказать Про данный прицел Как я уже сказал Этот экземпляр конкретный В продаже Цена его 65 тысяч рублей Кто успел, тот и забрал В России таких прицелов сейчас очень мало Для тех, кто ценит Брендовые качественные вещи Выбирать Континенталь Либо Вортекс Дело вкуса На этом все Спасибо большое за просмотр Ставим лайк Пишем комментарии До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok